Всем привет! Спасибо, что пришли. Как уже сказал Данил, меня зовут Денис Дыбский. Я директор по маркетингу в проекте Tesla Suite. Сегодня поговорим немного про будущее игр. Перед тем, как говорить про будущее, давайте немного посмотрим, что есть сегодня. В первую очередь, какие тренды? Игры — это самый популярный способ провести свободное время. Почему так происходит? В игры можно не только поиграть, ими можно поделиться, заскринсейвить, организовать прямую трансляцию и привлечь вообще внимание к себе как к игроку. Возможно, стать каким-то популярным стримером, даже блогером на YouTube или на Twitch и так далее. Следующий важный момент — то, что игровые компании становятся глобальными интертейминг-компаниями. Это значит, что большие компании уже давно осознали, что они могут не только производить игры, продавать их, но и монетизировать тот контент, который они создают, давать пользователям создавать этот контент и привлекать еще больше новых юзеров для того, чтобы база компании, база пользователей, клиентов становилась больше. Следующий момент — это то, что мобильный гейминг готов к новой волне инноваций. В первую очередь это относится к тому, что современные производители смартфонов уже на той ступени находятся, когда они готовы внедрить поддержку движков виртуальной реальности и дополненной реальности, внедрить поддержку гнущихся и полугнущихся дисплеев и некоторых других фишек. Еще один тренд — это то, что интерес Китая к игровой индустрии растет буквально с каждым месяцем. Наверняка знаете такую компанию, как Tencent, которая в 2016 году заработала более 10 миллиардов прибыли только на мобильном подразделении, на мобильных играх. Ну и еще один яркий тренд — это то, что мультиплеер становится нормой. Если раньше основная масса игр была в основном в одиночном режиме, синглплеер, либо в форматы там PvE, PvP, то сейчас все основные игры поддерживают мультиплеер. Причем это онлайновый, многопользовательский мультиплеер. Дальше давайте посмотрим на рынок. Ключевые направления игровой индустрии — это e-спорт, киберспорт, мобильный гейминг, консоли и декстопные браузерные игры. Немного пробежимся по каждому из них, немножко сухих цифр, но тем не менее нужно для того, чтобы понимать вообще, что из себя индустрия представляет. e-спорт растет на 41% в год, примерно 1,5-1,8 миллиарда долларов объем рынка к 2020 году. Мобайл растет на 14% в год, к 2020 году примерно 40% всей индустрии он займет. У декстопных и браузерных игр немного снизится объем рынка. То же самое произойдет, в принципе, и с консолями на 4% за 4 года. Как я уже сказал, e-спорт растет на 40%, на 41%. В 2016 году это почти 500 миллионов рынок. В 2017 году планируется примерно 700 миллионов рынок и почти 400 миллионов аудитории. В e-спорте, естественно, ключевые мероприятия, ивенты это интернешнл, соревнования киберспортивные по CSGO, по Лиге Легенд. Основной контент, естественно, это оффлайн, который позволяет пользователям смотреть в каких-то огромных залах, смотреть, как проходят игры в онлайне. Естественно, стримить это все в YouTube, в Twitch и так далее. Ну и какая здесь периферия? Наверное, периферия имеется в виду железо. Здесь все по стандарту. Комп, мышь, клавиатура и сеть, через которую все данные передаются. Дальше посмотрим на мобильный гейминг. Сразу стоит уточнить, что в мобильный гейминг входят и смартфоны, и планшеты. Индустрия, опять-таки, растет. Ключевые игроки, думаю, все вы отлично их знаете. Контент. Здесь огромное разнообразие контента. Много пользовательских, ПВЕ, ПВП режимы, кооперативные режимы. Ну и, естественно, относительно периферии, можно сказать, что играется в игры, мобильные играют, естественно, с мобильных телефонов, с планшетов, с специальных джойстиков, с мобильных консолей, типа Nintendo Switch, которая очень в последнее время популярна. Опять-таки, что касается консолей, здесь индустрия немножко, как я уже сказал, падает. Ключевые игроки Microsoft, Sony, Nintendo, опять-таки. Контент. Тоже огромное количество типов разных. Ну и периферия. Это джойстики, спецриги. Ну и, естественно, VR-составляющая, например, подключение PlayStation VR к PS VR Pro, желательно, чтобы все потянуло хорошо. Что касается ПК и браузерных игр. Здесь индустрия, как я уже сказал, немного упадет. Ключевые рынки, ключевые игроки на рынке, опять-таки. Riot Games, Blizzard, Valve и многие другие. Контент, в принципе, тот же самый, но его, можно сказать, в разы больше. И периферия, опять-таки, стандартная, плюс VR-составляющая. Это очки, виртуальная дополненная реальность, Oculus Vive, PS VR, мобильные хедсеты. Например, Gear VR и другие. В общем, это, пожалуй, чисто сухая статистика, поэтому давайте перейдем чуть-чуть к более интересному контенту. Итак, что нас ждет завтра? В первую очередь хотел бы обратить внимание на облачный стриминг. Один из докладчиков буквально до меня в другом зале рассказывал про облачный стриминг и упомянул, что это довольно хайповая тема, но на самом деле пока только начинает формироваться. Здесь из ключевых направлений так называемый game is a service. Этот сегмент находится в стадии формирования. Интересный момент, то, что для того, чтобы играть через облачный стриминг и стримить игры прямо с сервера на комп, нужен клиент на железе пользователя, на компе, на ноуте. Этот клиент, естественно, требует какой-то более-менее нормальной видеокарты, оперативы и прочей железной составляющей. Поэтому мощности постоянно растут, железо растет, ценник тоже идет вверх. Многие могут сказать, что нет, не идет, но в зависимости от того, как посмотреть на это. Ну и, пожалуй, относительно облачного стриминга хотелось бы сказать, что же из себя представляет идеальный вариант использования облачного стриминга в игровой индустрии. Это полностью сервер-бейст игра, то есть игра, которая полностью на сервере. Она запускается там, весь процессинг, вся обработка файлов и процессов происходит на облаке. Все это стримится на ресурсоемкий девайс самого пользователя. И, естественно, с очень высокой скоростью, с минимальной задержкой в 1-3 миллисекунды. Естественно, такую задержку может обеспечить только 5G. Поэтому сейчас поговорим немного про 5G-сети. В июне 2017 года уже достигли задержки в 5,5 миллисекунд. Это большой прорыв, поскольку человек комфортно более-менее может играть и глаз его. Человеческий глаз может спокойно воспринимать задержку до 12 миллисекунд, от 12 до 20 миллисекунд. Одним из требований к разработке протокола 5G является то, что к нему одновременно должно подключаться не менее 100 тысяч пользователей. Это значит, что стандарт 4G по сравнению с 5G покажется просто настолько архаичным, что это как переход от натуральной экономики к капитализму сразу. Общеизвестный факт, что 5G запустится к 2020 году более-менее. Естественно, это уже коммерческий запуск, не просто тесты. Тесты уже давно проводятся. Например, в России Мегафон проводил тесты с 5G еще в 2015 году и серьезных скоростей достигли. Естественно, 5G активирует и даст развитие парадигме так называемого тактильного интернета. Что это значит? Это значит, что мы с вами вместе сможем, в принципе, любое действие, любое общение осуществлять через сеть без какой-либо задержки, поздороваться друг с другом, посидеть рядом и вот такие вот интересные всякие вещи. Естественно, как я уже и сказал на предыдущем слайде, это стриминг без видимой задержки для пользователя. Виртуальная реальность и дополненная реальность выходят на новый уровень, поскольку там одним из ключевых моментов является задержка. Ну и немного того, что не относится немного к геймингу, это телемедицина, промышленность 4.0, ну и беспилотное авто. Дальше, следующее направление будущего игр это биометрия. В первую очередь, давайте немного поймем, что же биометрия может вообще привнести в гейминг. Представьте, что вы играете в свою любимую игру. Она, как правило, линейная, либо, возможно, там кто-то любит open world, то есть открытые миры, и, естественно, вам хотелось бы какого-то постоянного интерактива для того, чтобы оставаться, скажем так, в постоянном напряжении и чувствовать, что игра дает тебе какие-то нестандартные ситуации. Так вот, для того, чтобы игра понимала, какие же нестандартные ситуации тебе подкидывать, на что ты реагируешь лучше, на что хуже, можно задействовать биометрию. Это значит, что с человека можно снимать показания, например, сердцебиение, фиксировать его взгляд, движение глаз, электрическую активность кожи, которая очень легко по современными средствами снимается, выражение лица, в целом мимика, электроэнцефалограф можно поставить для того, чтобы считывать как мозговую активность. И, в принципе, это основные параметры, которые можно считывать, комбинируя их, подключив некоторые другие инструменты, о которых я чуть позже расскажу, можно автоматически генерировать контент, который позволит вам постоянно оставаться в напряжении, либо генерировать для вас такие условия, которые максимально подходят для вас, индивидуально и персонализировано. Потому что игра будет знать, в какой момент вы радость получаете, в какой момент вы максимально внимательны, сконцентрированы, в какой момент вас охватывает страх и так далее. Следующий пункт – это так называемый Emotion Away Gaming. Здесь, пожалуй, стоит объяснить, поскольку это очень сильно связано с биометрией, это как раз то, что позволит разработчикам игр вообще максимально погрузиться в психологию пользователя, его физическое состояние во время игры и максимально динамически создавать какие-то ситуации внутри игры. Здесь что можно фиксировать? Опять-таки взгляд и движение в глаз, расширение зрачков, электрическую активность кожи, выражение лица и все. Пожалуй, вот этот момент – это достаточно сложная вещь и требует довольно серьезных алгоритмов, которые, собственно, человек сам, естественно, не может обработать и сам придумать огромное количество вариантов тоже не может. Поэтому на помощь приходит искусственный интеллект. Наверное, самая хайповая тема вообще в этом году, за исключением интереса к дополненной реальности Аркиту, Айркору, что искусственный интеллект вообще может нам дать. В первую очередь, я сейчас буду говорить немножко о совсем технических вещах, которые поймут, наверное, только разработчики контента и разработчики вообще игр. Это поиск правильных путей вообще в самой игре, процедурная генерация контента как раз вот о том, о чем я сказал сейчас, нейроэволюция персонажей. Это когда персонаж, именно не игровой персонаж, то есть не человек, подстраивается под стиль игрока и начинает играть как он, тем самым создавая дополнительную сложность в прохождении. Скелетная анимация — это есть проблема в играх. Разработчики игр наверняка про эту проблему знают. И искусственный интеллект может помочь в том, чтобы правильно воссоздавать движения неигровых персонажей, например, ботов, мобов, чтобы они двигались естественно. Потому что наверняка вы замечали, что когда в кого-нибудь стрельнете, в бота в кого-нибудь, он отлетает с такой скоростью, кости у него там ворочаются по-разному, голова отлетает неестественно и так далее. Так вот, искусственный интеллект может помочь с этой проблемой. И, естественно, динамическая игровая балансировка. Естественно, эта проблема, наверное, больше всего заметна в играх, которые… в общем, в рейсинге, в гонках и так далее. Потому что там есть такая проблема, как слишком умный противник. Если вы его обогнали, он начинает резко ускоряться и в какие-то в считанные секунды вас догоняет и обгоняет. Хотя казалось бы, что он далеко отстал. Так вот, искусственный интеллект позволит создавать баланс между вот этими ботами, мобами и другими игроками и, собственно, вами. Сейчас, наверное, будет самая хайповая тема, которая была вообще в 2016 году еще более хайповая, чем сейчас. Это виртуальная и дополненная и смешанная реальность. Что же дает нам VR, AR и прочее? Виртуальная реальность, в первую очередь, дает более полный уровень погружения. Сейчас в виртуальной реальности… Кстати, поднимите руки, кто вообще VR использовал? Из вас играл в VR-игры? Более чем достаточно. Наверняка испытывали проблему с тем, что вы видите картинку, слышите ее, слышите звуки, но не чувствуете то, что происходит. То есть вы думаете, что вокруг вас совершенно другая среда, видите одно, а чувствуете другое. И как раз виртуальная реальность с дополнительными устройствами может помочь более полному погружению, о котором я чуть попозже скажу. Что касается дополненной реальности, это новый формат совершенно для игр и бизнес-приложений. Есть еще такое понятие, как смешанная реальность. Это немного более сложная вещь. Особенно после того, как на рынок пришли хедсеты смешанной реальности от Microsoft, Acer и прочих других компаний, в которых на самом деле никакая не смешанная реальность, а всего лишь обычная виртуальная реальность. Но тем не менее, если это будет в классическом виде, в том виде, в котором это понимают в научных публикациях и серьезные девелоперы-разработчики и энтузиасты, то это новый формат совершенно для интертеймента и искусства, а также бизнеса. Вообще все эти виртуальные реальности, дополненная реальность, смешанная реальность и вообще X-реалитис, так называемый, это новый медиум. То есть это совершенно новый тип технологии, который, казалось бы, вроде только сейчас стал набирать силу, но на самом деле зародился довольно давно, еще в 30-х годах, когда появились первые стереоскопические дисплеи, а то еще и раньше. Например, в 85-м году с 80-го по 85-й NASA разрабатывала свой шлем, который на тот момент был очень серьезным, и казалось, что все после этого вот пойдет, рванет и будет прям вообще все. Но нет, в 90-х годах немножко это пошло сначала вверх, а потом дикое затишье вплоть до начала 10-х годов, 21-го века уже. Ну и, собственно, все эти реальности, они пытаются стереть грань между цифровым и реальным миром. Следующий пункт – это носимый компьютинг, носимые вычисления. Наверняка у каждого из вас есть по одному телефону, возможно, по два, по три. Старые, новые, Nokia 3310 и прочее. У кого-то супернавороченные смартфоны, Samsung, iPhone, 10-е, 8-е, возможно. Хотя нет, какие 10-е, 8-е? Они же не вышли еще. И огромный спектр устройств, они, как правило, находятся при вас все время. Вы их носите. Часы, iWatch'и и прочее-прочее другие. Естественно, все эти устройства можно либо использовать одной рукой, либо двумя, но в идеале это hands-free режим, так называемый. То есть, когда устройства, например, часы, Apple Watch, например, они там подают тебе сигнал и, естественно, ты там обращаешь внимание. Так называемые проактивные уведомления. Эти же устройства выполняют сенсорные функции. То есть, они дают понять пользователю, что да, что-то пришло, какая-то вибрация минимальная. Причем эту вибрацию, опять-таки, можно настроить в зависимости от того, как вы хотите получать эти уведомления. Например, важные уведомления. Более серьезные там какая-то вибрация. Мелкие уведомления там вообще вас не беспокоят, допустим. Естественно, они постоянно работают, доступны. То есть, они всегда заряжены. У небольших устройств батарея там держит вот одного дня, заканчивая там неделей-двумя. И, естественно, они несут какую-то дополнительную ценность. Следующий интересный момент, про который в принципе никто не говорит сейчас, это так называемая конвергенция и кроссплатформенность. Представьте, что у вас есть несколько устройств. Планшет, допустим, телефон, комп, лаптоп, декстопный комп, имею в виду. И вам постоянно нужно переключаться между устройствами для того, чтобы делать разные виды задач. Хотя современные планшеты и телефоны уже позволяют, например, офисные какие-то приложения запускать на телефоне и спокойно работать с ними. Но тем не менее, более серьезные игры не запустишь на смартфоне и на планшете. А теперь представьте, что запускаете игру на лаптопе. Лаптоп у вас, не знаю, там, пришла мама, сказала, ну, слушай, дай, сынок, поиграть, поработать. Да, конечно. Естественно, вы хотите продолжить игру. И вот как раз кроссплатформенность в таком виде, в котором мы ее понимаем, либо понимает основная масса разработчиков, она примерно выглядит так. Вы игру там закончили, пришли на комп, продолжили ее с того места, откуда, где закончили на лаптопе. Либо на телефоне. В зависимости от того, как, например, разовьется облачный стриминг, насколько сильными и быстрыми будут чипы в мобильных телефонах. Относительно конвергенции, тут понятие вообще очень интересное. Это так называемое слияние технологий. То есть это когда диджитал и офлайн, они сливаются в единый поток. Это значит, что вы, например, какой-то известный блогер, стримите игры, создаете контент, заливаете его в YouTube, собираете кучу подписчиков, они вас смотрят, но потом вы понимаете, что это, наверное, неинтересно. Пойду-ка я лучше схожу на International, заплачу кучу денег, посмотрю, как парочку команд рубятся просто в доту. Так вот, вот этот процесс как раз сам, слияние, он и называется конвергенцией. Это то, к чему, в принципе, сейчас идет игровая индустрия. И, наверное, один из самых интересных моментов — это тактильная обратная связь в играх. Что же это значит? Это значит, что если вы играете в CSGO, вам прилетает куда-нибудь, обычно в голову, но прилетает еще куда-нибудь в тело, то вы это все можете почувствовать. Причем почувствовать так, что у вас со временем разовьется просто предприимчивость к тому, чтобы уворачиваться лучше. Кликать мышкой лучше, на клавиатуре кликать пальцами лучше. Тактильная обратная связь задействует один из основных, одно из основных человеческих чувств — осязание. Обеспечивает новый уровень погружения игрока. Это значит, что вы, почувствовав все, что происходит в игре, естественно, не будете замечать то, что происходит вокруг вас в реальном мире. Опять-таки придет мама, попросит сынок, дай лаптоп. Вы не будете этого слышать. Вы не будете даже чувствовать, как она до вас дотронется, но зато почувствуете, что у вас кто-нибудь в Скайриме, например, выпустил стрелу, а вы споймали ее в колено, ну или там что-нибудь такое. Тактильная обратная связь устраняет эффект морской болезни. Наверняка те из вас, кто играл в игры с поддержкой виртуальной реальности, испытывали небольшое желание... Сами понимаете, о чем я, наверное. Соответственно, почему это происходит? Вы видите одну картинку, слышите один звук, но чувствуете другое. Мозг думает, что его обманывают, начинает как бы выключать тело. Поэтому вас начинает шатать. Вестибулярка расшатывается, и не выдерживаете, можете, в принципе, не выдержать. Естественно, это у каждого по-разному. Еще один интересный момент — это то, что тактильная обратная связь может дать очень огромный толчок для проникновения парадигмы тактильного интернета. Что это значит? Я об этом чуть раньше уже говорил. Это значит, что все действия, все встречи, все коммуникации можно будет осуществлять через интернет, находясь друг от друга там за тысячу, за десять тысяч километров, и при этом не замечая, что вы друг от друга далеко. Можете поздороваться с другом, посидеть рядом с девушкой, все что угодно. И, естественно, тактильная обратная связь добавляет новый стек технологических возможностей для носимых вычислений и в том числе для умной одежды. То есть что мы понимаем под умной одеждой? Датчиками, напичканная датчиками, сенсорами, в принципе, обычной одежды, в которой все встроено внутрь, не видно. Эти датчики потребляют немного энергии и позволяют вам почувствовать себя суперменом. Все эти технологии, все, о чем я рассказал во второй части своего доклада, мы в проекте Tesla Suite, в принципе, уже про это думаем давно, и сейчас пытаемся это собрать все в одном месте. Вообще Tesla Suite я принес с собой, ну как принес, точнее на себе принес. Я сейчас в нем. Это костюм с поддержкой тактильной обратной связи. Это своего рода умная одежда, в которой работает на принципе электростимуляции. На данный момент научно доказано, что электростимуляция является максимально практичным и удобным способом для симуляции ощущений в игровой среде и передачи ее на тело человека. Здесь также мы встроили систему захвата движений. Вот вы видите, наверное, здесь модули. Они отвечают за то, чтобы отслеживать мои движения, руки, положение тела. Вообще костюм — это полноценная одежда, которая покрывает в том числе и ноги. В дальнейшем мы планируем также сделать и перчатки. Они уже там лежат в качестве пруфов концепта и небольшого такого, скажем так, прототипа. Дальше мы встроили в костюм температурный контроль, который позволит вам комфортно себя чувствовать в игре на протяжении нескольких часов, а не просто постоянно потеть и потеть и чувствовать себя неудобно, и снимать костюм, сказать «нет, я его не хочу, иди отсюда», выкидывать, пинать ногами. Температурный контроль позволит охлаждать и повышать температуру тела в зависимости от условий, а также чувствовать взрывы, попадание, не знаю, какое-то горячее палящее солнце и симулировать, например, то, что вы идете в какой-нибудь игре, где очень много холода. Следующий момент, который мы планируем совсем скоро, и он будет готов через 4 месяца, это подключение полной биометрии тела человека. Как раз те показатели, о которых я говорил. Сил, электрокардиограмма, влажность, температура кожи, электрическая активность кожи. Естественно, для того, чтобы все эти моменты, все эти данные обработать, мы будем подключать нейронные сети, которые, в принципе, уже написаны, но не хватает только датасета, то есть набора информации, которую можно будет обрабатывать. Чуть дальше мы еще встроим систему позиционирования, чтобы человек и вообще игра и все остальное приложение, в которых будет интегрирован костюм, понимало, где же пользователь находится относительно пространства и относительно тела человека, то есть где он сам, в какой точке пространства. Как вы видите, костюм, в принципе, полностью беспроводной. Мой коллега Дмитрий, кому будет интересно, может продемонстрировать после выступления. Возможно, кто-то уже видел, кто-то уже даже попробовал. Честно говоря, у меня очень плохое зрение, я не вижу далеко. И, возможно, здесь есть ребята, которые уже протестировали наш костюм. Мы планируем также подключить его к 5G-сетям и облачному стримингу. Что это значит? Это значит, что мы на данный момент уже работаем полноценно с университетом 5G в Сурреи, в Великобритании, и участвуем в разработке протокола для стриминга виртуальной реальности. Относительно облачного стриминга, здесь могу сказать, что мы уже пообщались с довольно большими компаниями, которые производят железо, в том числе и серверное, и которые позволяют решать проблему пре-процессинга и процессинга огромного объема данных и даже стриминга их через 5G-сетки. Более-менее… Многие просто задают вопрос насчет, каким образом мы связаны с Tesla Motors. На самом деле никак. Я думаю, эта картинка отлично иллюстрирует вообще состояние зарядки Tesla Motors и нашей. Сам по себе костюм, естественно, это носимая технология. Она одевается очень легко, застегивается, расстегивается, в принципе, как обычная одежда. Сетап занимает меньше полутора минут. Ну, а если совсем нужно, срочно, можно и быстрее. Пожалуй, все. Вопросы? Буду рад получить обратную связь. Давайте, друзья, есть вопросы? Да, здрасте. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Ну, лично мне кажется, что вся эта история с виртуальной расти, она интересная. Но, например, тот же Counter-Strike, если ты сам не бегаешь, это не все ощущения. Как вы видите будущее в того, чтобы, ну, грубо говоря, как газонокосильщики, чтобы ты полностью был погружен в мир, чтобы и твои движения, что ты двигаешь ногами, и ты двигаешься в комнате, и ты не можешь побежать в коридор в 40 метров, потому что ты стенку выткнешься. Да, все верно. Хороший вопрос, на самом деле, его часто задают. Я отвечу, как отвечаю, в принципе, всегда. Мы видим это так. Сейчас мы пообщались с производителями тредмилов, так называемых, которые позволяют тебе ходить в виртуальной реальности. То есть это такая платформа, которая поддерживает тело. Сверху вешается поддерживающая балка, которая держит железо, очки и прочее. И сама по себе она сделана так, чтобы конусом, не конусом, а сферой, чтобы можно было ходить. Но это решение не очень практичное. Второй момент, как можно решить, собственно, проблему передвижения, это, естественно, обычная телепортация. Но одной рукой телепортироваться в контре, не вариант. Третий момент, это то, что можно создать огромный ангар. Естественно, в CSGO, опять-таки, берем. Там ограниченный, ну, то есть реальными размерами примерно, да, мы знаем примерно размер карты. Огромный ангар снимается, вешается оптика. Неважно, дорогая, недорогая, в зависимости от того, кто будет предоставлять возможность поиграть. Оптика трекает позицию игрока, трекает его движение очень точно. Есть очень точная оптика, например, оптитрек. И тем самым в игре же сделано так, что можно будет, в принципе, даже к человеку приближаться так, чтобы не проходить сквозь него в виртуальной реальности. Да и когда ты будешь к человеку подходить в виртуальной реальности, ты будешь подходить к нему в реальной реальности. Тем самым будет просто коллизия. Это будет создавать эффект действительно приближения к нему. Захочет он тебя там ножом порезать? Он порежет, да? Почувствуешь. Захочет он тебя там встрельнуть на 20 метров? Прилетит хорошенько. Вот, то есть позиция относительная и абсолютная будет трекаться оптикой. Это вот такой вариант. Ну, пожалуй, это, наверное, самый на текущий момент, самый подходящий вариант для решения проблемы вот этого room scale, так называемого. Больше пока вариантов я не вижу. Возможно, что-то в будущем появится. Есть мобильный room scale, так называемый. Вот ребята в России разрабатывают несколько команд очень серьезных. Да, и, в принципе, за рубежом тоже. Но вот пока вот этот вариант я вижу рабочим. для конкретно вот этой ситуации. Нет, пока. Ну, у нас есть партнеры, которые в мире, на самом деле, честно говоря, пока не знаю. Возможно, наверняка что-то делают. У нас есть партнеры, которые позволяют с помощью силы мысли, ну, если там совсем говорить, да, у них стоит просто энцефалограф с четырьмя, по-моему, каналами, и он позволяет считывать мозговую активность и управлять игрой. Там игра такая, как ты с помощью мысли можешь вытягивать из автобуса, который висит над пропастью, людей. Вот. И управлять, собственно, этим. Ну, это самое простейшее. Этот пока уровень, этот стек технологии пока находится только в зачаточном состоянии. Ну, конечно, естественно, не будем говорить про самый продвинутый уровень, это напрямую подключение к мозгам, невролинки, ланомаска и так далее. Да, пожалуйста. Ну, вы тут очень много говорили про большой сбор биометрических данных. Да. У меня вопрос такой. А как будет обстоятельствовать… Privacy, этика. Да. Смотрите, вопрос очень серьезный на самом деле. Естественно, перед тем, как человек будет использовать, неважно, это костюмы, либо какие-либо приборы, все это будет сертифицировано и подогнано под международные нормы. Созданы соответствующие соглашения, в которых пользователь, приобретая устройство, неважно, наше или другое, коих еще будет тысячи, этим вопросом уже, в принципе, задумали… об этих вопросах давно уже задумывались и давно задают их. В любом случае privacy policy, так называемая, она будет продумана. И пользователь может в любой момент отказаться, либо просто не покупать сложные технологии, которые собирают биометрию. Если он поймет, что биометрия ему нужна и будет задействована только для того, чтобы улучшить его игровой опыт, естественно, он согласится. Я немного другое имел в виду. Я имел в виду то, что, например, он согласился на все ваши privacy и все вот это. Я имел в виду то, что, например, злоумышленник может спокойно подключиться к вашему костюму. Нет, не может. Поверьте, это возможно. Я объясню. Я тоже могу объяснить, почему это возможно. Давайте поговорим. Поэтому он может считать все необходимые ему данные, которые обычно могут быть заинтересованы. Например, там есть технологии, которые могут на потовыделение реагировать. Есть технологии, которые могут реагировать на токопроводящие элементы кожи, которые позволят получить доступ к какой-то другой технике, которая необходима будет злоумышленнику. Следовательно, с помощью вашего костюма он сможет это сделать. В чем вопрос? Вопрос был в том, продумана ли защита, чтобы он это максимально не мог сделать. Потому что даже тот же Face ID, Apple не отрицает, что его можно ломануть, но шанс это один к миллиону. Какой у вас шанс? Давайте я сначала расскажу немного про нашу защиту, которая стоит у нас. Во-первых, с нами работает один из самых крутых вайтхакеров вообще в мире. Это спец по сетевой безопасности, по безопасности железа. Он входит в тройку лучших вайтхакеров. У него четыре бестселлера на Амазоне. Это первое. Второе. Хардварная защита. На уровне хардварки все элементы, которые передают и получают данные, заблокированы. То есть для того, чтобы опять-таки, вы говорите, да, вот вы сразу сказали по поводу того, чтобы подключиться напрямую к костюму, иметь доступ к железу конкретно. Даже если подключившись к железу, сделав реверс-инжиниринг костюма, который человек носит, это займет у него огромное количество времени. Даже если у него это быстро, небольшое время займет, на софтварном уровне стоит еще одна защита, которая не позволит эти данные раскодировать, потому что они все криптованные. Ну и четвертый момент. Да, любое устройство можно взломать. Этого никто не отрицает. Возможно, может быть, я неправильно выразился в начале, что невозможно. Да, можно. В принципе, любая корпорация, неважно, насколько у нее крутые спецы, в принципе, можно взломать все, если захочешь. Но один момент, который конкретно вот к вашему вопросу. Получив биометрические данные одного человека, да, можно там, не знаю, если, опять-таки, кто говорил, что мы будем делать биометрическую идентификацию с помощью костюма? Да, это возможно. Это одна из функционал, которым мы подумали о котором. Но, тем не менее, это всего лишь один человек. Датасет и так далее, ничего не собрать, если для того, чтобы собрать, нужно взломать все. Все. Это то же самое, что и взломать все сервера, не знаю, NVIDIA и Sony, которые там взломали несколько. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо, давайте тогда пообщаемся. Да, пожалуйста. Во-первых, спасибо за превосходный доклад на русском языке. И такой немного технический вопрос. Во-первых, как реализована регуляция температуры внутри костюма? И второе, эту штуку когда-нибудь можно будет стирать? Хороший вопрос. Отвечая на первый вопрос, в первой итерации, в нескольких, точнее, десятках итераций, которые мы уже сделали и никому не показывали, это было реализовано с помощью элементов пельте. Это стандартная технология для повышения и понижения температуры, которая работает на разности потенциалов. Сейчас мы договорились с одними ребятами из Кореи, которые делают более серьезные вещи. Технология пока еще неизвестна, как себя вообще проявит, но уже из того, что какие тесты были проведены с новым материалом, он представляет из себя гнущиеся что-то вроде электродов, но не электроды, а токопроводящие элементы, опять-таки, которые позволяют более точно и быстро увеличивать с небольшой температуры, до высокой и обратно. Потому что у элементов пельте есть такая особенность, что они не очень быстро могут эту разницу температур изменить. Отвечая на второй вопрос, скоро, конкретно январь следующего года. В январе следующего года мы готовы уже начать шипить, доставлять, то есть небольшие количество костюмов для девелоперов и наиболее заинтересованных партнеров. В первую очередь мы будем работать, поскольку у нас огромное количество запросов на костюмы от девелоперов и не только, в том числе и от аркад, то нам, к сожалению, придется выбирать, кому костюмы на первом этапе раздавать. В январе эта раздача начнется, массовая продажа начнется в июне 2018 года. Это уже официальная дата установлена и закреплена. Потому что мы несколько раз уже переносили, многие уже сомневались, что мы вообще что-либо сделаем, сомневались, что мы сделали и так далее. Вот так. А, точно, извините. Да, можно будет стирать. Если вы посмотрите на модули и поближе потом посмотрите на сам костюм, все модули залиты в силикон. И они позволяют костюм запихнуть в стиральную машину. Как раз тесты на стирку сейчас проходят прямо в лаборатории в эти ближайшие две недели, пока мы отсутствуем в Минске. Наши инженеры уже докладывают периодически, как тесты были пройдены или не пройдены. Пока не могу говорить, но тем не менее. В дальнейшем, естественно, умная одежда, вообще костюм станет более тонким. Все модули и батареи зашьются полностью в ткань и станут максимально тонкими и пластичными. Это только вопрос времени и ресурсов. Ну, на самом деле, я не знаю, все очень относительно. Можете, в принципе, потом взвесить. Сложно сказать. Да, пожалуйста. Возможно, этот вопрос потом из записи вырежут. Дело в том, что вопрос в достаточной степени скользкий и имеет прямое отношение к стирке. Как говорит известная песня, The Internet is for Porn. Рассматривается ли данный вопрос в отношении костюма? Я понимаю, это, конечно, скользкая тема. Не все хотят о этом говорить. Например, на GDC этого года, параллельно с GDC, была презентация специальных программ виртуальной реальности, посвященных данному направлению полностью. Мы все взрослые люди. Давайте говорить, если это рассматривается. Давайте говорить примерно вот так. Мы не будем спрашивать у вас, как вы будете использовать костюм. Хорошо? Мы подготовимся. Да, пожалуйста. Можно здесь? Да. С точки зрения безопасности, опять же, не айтишной, скажем, а человеческой. Какова емкость аккумулятора? Каким током меня можешь шандарахнуть? Во-первых, не шандарахнуть. Во-вторых, я объясню, почему просто. Электростимуляция давно уже используется в медицине. Она используется в разных вариантах, в различных мощностях. Вообще вся стимуляция, она разбита, там, три главных показателя есть. У нее частота, амплитуда и ширина канала. Вот. Ширина именно пульса, pulse width, так называемый. Вот. Комбинируя все эти три показателя и подстраивая их под человеческую кожу, конкретно под какие-то индивидуальные особенности, которые мы в дальнейшем будем считывать автоматически, не сейчас, пока сложновато, можно передать большой спектр ощущений. И эти ощущения на разных типах кожи будут совершенно по-разному отображаться. Вы можете себя просто бить током, как это, в принципе, было в поясах для типа локального сжигания жира подкожного. Хотя это миф на самом деле. Там было порядка, вот на одном из тех, которые я испытывал, 50 разных программ. Там просто реально очень разные вещи, разные настройки были, и оно по-разному било тебя током. Микроимпульсы более широкие, различные вариации, симуляции, как проходило это все по, именно, ну, в основном, конечно, по животу, по нижней части живота. Так вот, для того, чтобы как раз симулировать более-менее точное ощущение из игры, попадание пули, например, либо прикосновение просто, либо течение воды, которое сложно сымитировать, но если постараться, можно. У нас есть специальное программное обеспечение, которое мы можем, в принципе, показать, когда после доклада продемонстрировать его работу. В этом как раз специально, в этом ПО можно все это настроить. Очень индивидуально. Есть SDK, который позволит разработчикам, опять-таки, вкинуть библиотеку нашу, неважно это какой движок, Unreal или Unity, и, собственно, вызывать функции нужные, и подключать нужные ощущения, нужные там пресеты в том числе, на определенный тип действия в игре. Будь то виртуальная, будь то просто гейминг. По поводу батареи. Первый прототип, который мы сделали еще в 2015 году, костюм полноценный, он был рассчитан на 4 дня беспрерывного гейминга, который включал в себя только именно электростимуляцию. Сейчас это только с макапом и тактильной обратной связью со стимуляцией занимает примерно батарея на, по-моему, на 5400 миллиампер порядка одной недели. Но это не беспрерывный уже гейминг, это примерно по 8 часов каждый день. То есть 40 часов, 56. Вопрос, наверное, сразу появится, а как же будет, если добавить климат-контроль? Это же очень энергоемкая вещь. Вот здесь еще нужно тестировать. Он самый прожорливый, и он реально убивает батарею. В самых крутых тестах, которые мы проводили, это один день. 8 часов. Окей, спасибо. Можно коротенький. В курсе ли вы, как обстоят дела с запахами? Да, немножко могу рассказать. Это одно из ключевых вообще чувств человека. Поэтому для того, чтобы еще вообще прям погрузиться в виртуальную реальность, нужны запахи и вкус, естественно. Есть пара устройств на рынке. Одно из них PhilRealMask называется. Они вроде как ее продают. Возможно, слышали про Nosulus Rift, который немножко связан с South Park. Такие устройства есть. Сейчас, скажем так, наши конкуренты, в том числе в своем патенте в одном из, запатентовали очень сложное устройство, которое позволяет в том числе передавать запахи и даже вкус. Да, пожалуйста. У меня такой небольшой вопрос. Ваша электронная симуляция, она, в принципе, направлена на то, чтобы передавать именно тактильные ощущения. Все верно. Вчера на похожем докладе спикер говорил, что в их модели электронная стимуляция направлена на то, чтобы даже корректировать движения какие-то, либо стимулировать движения, либо как-то корректировать движения. Да, все верно. Это, наверное, на докладе моего коллеги, как раз который сидит за вами. Возможно. Вот скажите, будет ли это вашей моделью? И, в принципе, движение, как я понимаю, что если человек, он как-то двигается, у него мышцы, они обладают какой-то инерцией, если что-то будут пытаться корректировать, не будет ли это приводить к судорогам, к каким-то синхронным движениям? Вопрос интересный. По поводу первой части вопроса я могу ответить. Да, при помощи электростимуляции что можно сделать? Можно сжать. Во-первых, есть два типа электростимуляции. Это поверхностная электростимуляция, TENS, если в английской аббревиатуре. Есть EMS, Electro-Mascual Stimulation. Она как раз стимулирует мышцы. TENS стимулирует поверхность кожи. Это значит, что при помощи этой технологии можно имитировать прикосновения, поглаживания, очень такие мягкие вещи. А электростимуляция мышц позволяет задействовать именно мышцы, сокращать их и расслаблять. Это то, что как раз используется в этих поясах, которые электростимуляционные, в том числе и костюмы, которых сейчас очень много развелось, в спортивных всяких клубах, которые на 30% на самом деле реально увеличивают эффективность тренировки. Вот они как раз используют EMS. Почему можно? Потому что, подав сигнал на мышцу, неважно, какого она размера, она сократится. И подавая беспрерывный сигнал, естественно, можно мышцу держать в сжатом положении. То же самое можно сделать, в принципе, с любой мышцой, какого бы она объема не было. Даже с бедренными мышцами и так далее, более крупными. Отвечая на вторую часть вопроса, насколько это вообще применимо, нужно еще ресерчить. Нужно делать огромные, в принципе, исследования. Этим мы как раз сейчас занимаемся. Мы сотрудничаем с несколькими университетами в Великобритании и в Сингапуре, которые занимаются как раз вопросами электростимуляции мышц. И одними из этих вопросов является как раз вторая часть вашего вопроса. насколько это повлияет. Но, в принципе, если вы двигаетесь и вдруг вас игра решила остановить, сам такой случай маловероятен, если подключить вторую часть. Это система захвата движения. Система захвата движения будет понимать, вы в этот момент двигаетесь или нет. Если вы двигаетесь, естественно, хаптик, то есть тактильная обратная связь, не будет с вами ничего делать. Как только вы остановились и нужно принять какое-то решение, чтобы мышцу какую-то, не знаю, симулировать, например, вес, что уже научно доказано, буквально два месяца назад вышла серьезная работа из одного из немецких университетов, которые сказали, что при помощи ЕМС можно симулировать вес. Так вот, если система поймет, что нужно вас остановить, она вас остановит. Либо сделает какое-то движение, либо сделает, например, что очень сложно в принципе пока, симулировать отдачу от пистолета. Но вопрос примерно да. Вот там вот девушка первая была. Последний вопрос. Ой, извините, пожалуйста. Я сказал, что у меня плохое зрение. Ничего страшного. Меня интересует вопрос. Ну, костюм — это хорошо, конечно, это все интересно. А что касательно мимики и эмоционального плана? Лицо. Собственно говоря, костюм на лицо не оденешь. Ну, костюм на лицо. Мы пока эту проблему никак не решаем. Мы сконцентрировались только на костюме. Есть шлемы, например, ФОВ, тот же самый, который отслеживает движение глаз. По поводу мимики, лучше всего наверняка здесь решение конкретно оптическое. Ставить камеру более серьезную, чем Kinect, например, которая будет, собственно, твою мимику считывать. Распознавать ее с помощью, например, OpenCV, компьютерного зрения, либо еще каких-либо технологий, которые позволяют, собственно, отслеживать мимику. Либо второй вариант. На лицо, для того, чтобы камера ее оттрекала не такая уж и сильно профессиональная, размещать маркеры. Но это уже более профессиональный уровень, который, естественно, мало кто будет делать. Но если поставить задачу, это реально. Это решаемо. Мы пока этим не занимаемся. Еще один вопрос касательно температурных отдач костюма. Ведь, в принципе, я думаю, никто не хочет простыть, как говорится. Как это все отображается на костюме и его активности? Смотрите, у нас будет определенный конкретный диапазон, который позволит смещать температуру в разумных пределах. Никто игрока не будет морозить, либо нагревать его так, чтобы это причинило ему вред. Естественно, это все будет контролироваться, опять-таки, биометрией. Она будет понимать, насколько температура высокая или нет, и, собственно, считывать показания и предупреждать в дальнейшем. Да, пожалуйста. Практически полная симуляция, то есть там и тактильные какие-то ощущения, зрительный слух, запах. Все это очень, конечно, хорошо, и это будет очень затягивать людей. Вот уже с компьютерными играми было такое, что люди просто сидели, не вылезали сутками, и были случаи, что даже кто-то умирал от голода или от усталости. И вот думали ли вы как-то о том, как сделать так, чтобы люди не зависали там сутками, как-то, например, ограничить количество возможностей часов играть в этом костюме, потому что, ну… Я вас понял. Такие случаи реально будут. Я понял. Просто время. Я отвечу быстро и кратко. Да, думали. Система, опять-таки, макапа позволит отслеживать положение игрока и, если он не двигается, подавать ему тактильную обратную связь, которая говорит ему, что так, хватит, давай-ка вали на улицу. Или скорую вызывать. Спасибо за вопросы. Друзья, не стесняйтесь, подходите к Денису в холле и задавайте вопросы, которые не успели задать. Спасибо за просмотр! – Денису в холле и под disabilities. И объявляйся на улицу! ーい. люди, туда, в которых вырезали. Надежда.